Это мероприятие было и в принятии решения о перекрестном блоке, потому что я думаю, ведь часто вопрос все равно, вот, в общем-то, общественность понимает вопрос. И если организовали, есть какие-то трудности, вот мне кажется, не хватает именно общения и контакта на улице, на уровне народов и культур, это, по крайней мере, не народный союз, вот, и вот сейчас новая партия у нас организовалась, я являюсь председателем, видим лиг, партия демократического социализма, евразийский выбор, вот, и свою идеологию, свою философию нашей партии, это евразийство, мы будем стремиться туда, 30 лет нашей жизни независимости, они показали, что пора уже одуматься и пора уже возвращаться, вот, да, и вот, да, и мы планируем провести конференцию у нас, мы приглашаем, значит, философов, ученых, таких как Долгин, членов Физборского клуба, вот, надеемся, у нас филиал откроется Физборского клуба, вот, и я хочу сказать то, что сказал Иван Итулович, сейчас очень важно, действительно у нас единый корень, и, действительно, на территории евразийства суверенным может быть государство только объединенное на всей территории евразийства, и для того, чтобы мы, вот, каверезы, не потеряли свою субъектность, мы должны быть сейчас вместе интегрироваться, и то же самое и Россия, за последние 2000 лет четырежды возникало государство, которое закреплялось на века, и у нас действительно общие корни, общие корни. Снова хочу вернуться к кыргызской теме, потому что, вот, мне не нравится, что все разговоры вокруг Кыргызстана едут по наезженной колее, мы сейчас послушали речь одного кыргызского видного политика, но этот политик является основным претендентом на победу в предстоящих парламентских выборах, его партия должна занять основные места, это будущая власть Кыргызстана, и все, что он говорил от этих слов, волосы встают дыбом, да, и вообще эта речь, она уже по-другому, по-другому можно взглянуть на все события, которые крутятся вокруг Кыргызстана. Вокруг Кыргызстана в казахстанской сфере массовой информации заезженная колея наблюдается, да, сначала аблизоиды тыкают нас лицом в Кыргызию, говоря нам, что это вот истинная демократия, что кыргызы, вот такой вот смелый и гордый народ, могут отстать свое право, потом мы начинаем аблизоидов тыкать в эту военную российскую базу в Канте, говоря о том, что кыргызы предатели, что история повторяется, что это было уже сто лет назад, да, голова Хана Кенесары, потом аблизоиды начинают свою старую песню про китайцев, про геноцид мусульман, казахов, кыргызов в Синьцзяне, да и не только в Синьцзяне, что китайцы геноцидят и нас, и казахов, и кыргызов на нашей территории, что кыргызы молодцы, выгнали этих китайцев, и вот эта история повторяется раз за разом, раз за разом, но вот после вот таких вот речей политиков Кыргызстана, причем, казалось бы, народных избранников, победителей этой народной демократии, становится вопрос совершенно иначе, вопрос можно ставить так, на сегодняшний день происходит геноцид кыргызов на их родине, в Кыргызстане, потому что если вот такие уж видные политические деятели, да, которые опираются на волю народа, как вот заявлено, что это фавориты предстоящих выборов, ну не просто же так это говорят, буквально с его уст слетают слова, что мы с радостью отдадим свою независимость в объятия России, мы готовы восстановить СССР, буквально так он говорит, причем так мягко намекая, в том числе и на нас, казахов, вспоминая историю Орды и так далее и тому подобное, в общем, чушь несет этот мужичок, ну понятно, что он ФСБшник, ФСБшник на окладе, с этого дня я буду говорить о кыргызах в другом ключе, не в том, что они предатели, или в том, в плане, что они проморгали, все, кыргызы это теперь жертва, кыргызов, кыргызскую нацию, кыргызскую культуру геноцидят в провинции, не, не в провинции, правильно, а в федеральном округе под названием Киргизия. Вот этот процесс мы в активной фазе, мы сейчас наблюдаем в Кыргызстане, вот эти предстоящие выборы, это один из этапов этого геноцида кыргызов в Кыргызстане. Спокойно ли надо к этому относиться? Нет, конечно же, неспокойно. Нужно всем обществам казахстанским осуждать эти события, огораживать себя от этих событий, пытаться защититься от этих событий. Казахи должны об этом всегда помнить, что все сценарии, которые ФСБ разворачивает на кыргызской земле, они легко переносятся на территорию Казахстана, потому что и ментально, и даже язык у нас похож. То есть у ФСБшников уже есть подготовленные кадры, которые владеют языком в нужной степени, владеют знаниями о нашем менталитете, владеют методами работы с народами, проживающими в Центральной Азии. Когда они закончат свою черную эту работу по геноциду кыргызского народа в Кыргызстане, вплотную займутся и казахами, а может быть уже и занялись. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки, комментарии, подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово, и до новых скорых встреч. До новых встреч.